Глава 7. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима. И увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предание старцев, не едят, не умыв тщательно рук, и придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб? Он сказал им в ответ, хорошо пророчество волова с лицемерах Исаия, как написано, «Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим». Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предание человеческого, омовение кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное. И сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал, почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, «Кто скажет отцу или матери корван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное». И, призвав весь народ, говорил им, «Слушайте меня и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им, «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его, потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища?» Далее сказал, «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихаимства, злоба, коварства, непотребства, завистливое око, богохульство, гордость, безумство — все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека». И отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться, ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его. А женщина та была язычница, родом серафиникиянка, и просила его, чтобы изгнал бесы из ее дочери. Но Иисус сказал ей, «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему в ответ так, «Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». И сказал ей, «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». И, придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к нему глухого косноязычного и просили его возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему, и, плюнув, коснулся языка его. И, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему, «Ефафа», то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто, и повелел им не сказывать никому. Но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали. И чрезвычайно дивились, и говорили, «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими».